Всем привет! Если вы смотрите этот видос, то это означает, что с изменением погодных условий лобовое стекло вашего автомобиля начало запотевать. Это явление крайне неприятное и очень сильно портит нервы за рулем. Но, тем не менее, не все автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, и я отношусь к их числу. И сегодня я поделюсь с вами простыми советами, которые помогут вам избежать запотевания стекол. Во-первых, то, что мы привыкли называть запотевшим стеклом, это не что иное, как конденсат. То есть микроскопические капли воды, которые оседают на стекле. А соответственно, если на стекле оседают капли воды, значит вода есть в воздухе, который находится в салоне автомобиля. И поэтому перед наступлением зимы и морозов я всегда просушиваю салон в последние теплые солнечные осенние либо летние дни. Просушивать салон крайне важно, так как многие текстильные предметы, а это и обивка, и коврики натягивают в себя влагу, и потом эта влага потихоньку испаряется и оседает на лобовом стекле. Также лишняя влага может находиться в фильтре салона. Его многие часто забывают менять, но тем не менее для него предусмотрен тоже регламент замены, как для топливного, либо воздушного, либо масляного фильтра. Поэтому, если вы давно не меняли фильтр салона, обязательно замените его, это тоже может повлиять на запотевание стекла. Если вы все-таки не успели просушить салон, это не является поводом не заменить фильтр салона. А влагу, которая осталась в салоне автомобиля, можно убрать с помощью лайфхака. Для этого достаточно взять, например, носок, насыпать в него соль, либо наполнитель для кошачьего туалета и оставить в автомобиле на ночь. Наполнение носка втянет в себя лишнюю влагу. Помимо носка с абсорбирующими веществами, можно использовать еще один лайфхак. Например, оставляя автомобиль на ночь на парковке, открывайте на пару минут все окна и двери, для того, чтобы температура снаружи и внутри автомобиля выровнялась. Таким образом, вы тоже будете избегать появления конденсата, а также обледенения стекла снаружи. Если все вышеперечисленные манипуляции вам не помогли, тогда можно попробовать специальные средства, которые называются антитуманы. Такие составы предназначены для предотвращения запотевания стекол. Они бывают в разном ценовом сегменте и практика показывает, что все эти средства эффективные. Но если вы не хотите тратиться на специальные средства, здесь тоже есть место лайфхаку. Например, антитуман можно заменить ВД-40, либо обычным гелем для бритья. Практика показывает, что оба этих народных метода не менее эффективны, чем фабричные средства. На этом, как обычно, все. Если мои советы вам помогли или наоборот не помогли, обязательно напишите об этом в комментариях. А главное, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры подогнал «Симон»!